Радио Болтком Добрый день всем, кто сейчас нас слушает. И сегодня гость нашего эфира на Радио Болтком Один из самых авторитетных и ярких российских церковных деятелей Кандидат политических наук Главный редактор журнала ФОМА Известный широкой аудитории Как ведущий популярной программы Парсуна на телеканале Спас Владимир Легойда Здравствуйте, Владимир Романович Здравствуйте Здравствуйте Владимир Легойда является председателем синодального отдела По взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата И исполняет обязанности руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Кирилла А также профессор МГИМО Кафедры международной журналистики и кафедры мировой литературы и культуры Так символически совпало, что наша сегодняшняя прямая линия Приурочена к Дню Крещения Руси, который отмечается завтра 28 июня в день памяти... Июля Июля в день памяти князя Владимира Эфир мы проводим в рамках проекта «Культурная линия» И при участии наших коллег-журналистов Международного медиаклуба «Формат А3» Журналисты прислали свои вопросы и мы постараемся задать максимум вопросов И благодарим нашего гостя за то, что уделил нам внимание И первый вопрос такой На какие новые интересные онлайн проекты православных СМИ Вот стоит обратить нам, нашим радиослушателям, вообще зарубежной аудитории В том числе и молодежной Спасибо большое Сердечно всех приветствую И поздравляю с наступающим праздником Что касается вопроса Таких проектов много Ну, может быть, я назову те, которые мне лично известны И даже с которыми я как-то связан Есть такой проект Телеканала «Спас-1418» Это, как следовательно из названия Проект, посвященный событиям каждого дня Великой Отечественной войны И он Вот это спасовский проект Мне кажется, он очень интересный Съемки проходили в разных местах В том числе и в военно-патриотическом парке «Патриот» Где стоит новый главный храм вооруженных сил Патриарший собор Ну и вообще тема войны, мне кажется, она чрезвычайно важна для всех И это действительно интересный проект Есть у радиоверы журнала «Фома» Это два наших известных православных СМИ Есть такой совместный проект «Гетская христианская аудиоэнциклопедия» Называется «Вопросы веры и фомы» или «Чай с вареньем» Здесь «Вера и фома» — это имена детей, которые являются героями этой энциклопедии Они задают вопросы на самые разные темы и получают на эти вопросы ответы Если вот кто-то может быть знаком с уважаемых слушателей Есть такая аудиоэнциклопедия «Чивостик» Где главный герой «Чивостик» Многие дети слушают ее И вот, собственно, идеи этой аудиоэнциклопедии в свое время были вдохновлены те, кто придумал проект «Вопросы веры и фомы» Поскольку это делалось при участии журнала «Фома и радио «Вера», то герои получили такие имена девочки «Вера», «Мальчик Фома» И это действительно очень увлекательное не только для детей, но и для взрослых, мне кажется, такой формат И еще могу назвать такой образовательный проект, тоже связанный с фондом «Фома» Минутная история, в рамках которой вышли 50 роликов, исторические темы Это мультипликационные ролики продолжительностью 1 минута Как говорит молодежь, хорошо заходит, поэтому рекомендую посмотреть То есть все, о чем вы сказали, можно найти просто поиском на Ютубе? Да, безусловно То есть все выложено? Спасибо Владимир Романович, мы, во-первых, не представились, простите, пожалуйста, ведут эфир Журналист Ольга Авдевич и журналист Наталья Захарият Очень-очень рада вас видеть А вопрос такой 2021 год Патриарх Кирилл объявил в России годом Александра Невского Главные юбилейные мероприятия запланированы на 12 сентября и 6 декабря этого года Мы тоже гордимся тем, что у нас в Латвии много храмов освящено в честь Александра Невского И один из них находится в самом центре Риги И расскажите нам, пожалуйста, подробнее об этих мероприятиях И планируется ли их онлайн-трансляция? Сможем ли мы их увидеть? Спасибо большое Я тоже очень рад вас видеть Спасибо Это не формула вежливости, это действительно так Надеюсь, что мы с вами, Наталья, увидимся на фестивале Вера и Слово у нас состоится Если позволит нам эпидемическая ситуация сложная Ну, надеюсь, что осенью может быть Спасибо Что касается Александра Невского То, вы знаете, я прежде чем говорить про какой-то событийный ряд Хотел бы сказать, может быть, о самой фигуре князя Которая, наверное, как любое имя из учебника Не всегда за этим чувствуется живой человек Мне кажется, что это очень важно Когда мы говорим с нашими детьми Вообще, сами об этом читаем Что-то смотрим Чтобы какие-то живые люди Возникали за вот этими именами из учебников Конечно, это можно делать с помощью кино И, в общем-то, в свое время фильм про Александра Невского Такую роль сыграл Хотя там вполне определенный образ был создан Понятен контекст времени Когда этот образ создавался Но вы знаете, вы упомянули Спасибо большое мою программу Парсуна У меня недавно была, вот в это воскресенье Был эфир Это последний эфир Самый свежий Замечательный историк Виктория Ивановна Уколова Она вообще крупный специалист По поздней античности И раннему Средневековью Но она занималась в том числе Александром Невским И вот она говорила, что она очень любит Сравнивать исторические события Отношения к героям в разных странах И героев одной и той же эпохи Из разных стран, из разных культур И вот она говорила, что в частности У нее были в том числе и работы По сравнению Ричарда Львиное Сердце И Александра Невского Которые были практически современниками И она обратила внимание на то, что Вот скажем, в Англии Несмотря на то, что Ричард Львиное Сердце Ну, скажем так, много вопросов есть К нему самых разных Ну, вот в Англии сложно найти Ну, скажем, в Англии О нем плохо не говорят, скажем так Говоря бы другим языком А вот у Александра Невского Немножко другая судьба в плане отношения Хотя вот как личность И в плане того, что он сделал Здесь, конечно, ну, так прямо скажем Ничем не уступает Это действительно был человек Который утвердил, что ли, христианский выбор Древней Руси И фигура чрезвычайно важная Чрезвычайно значимая При этом он же был, в общем, довольно молодым человеком Когда уже совершил свои военные Победи И потом, в общем-то, зарекомендовал себя Незаурядным дипломатом Да, поэтому он является покровителем Дипломатов И храм при вот институте Который я закончил Международных отношений В знаменитом ГИМО Храм тоже построен в честь Александра Невского Это вообще не случайно А что касается событий То главные события Церковные события Потому что были какие-то на государственном уровне В России мероприятия Главные церковные события Начнутся 12 сентября в Санкт-Петербурге Это день перенесения мощей Благоверного князя И вот Северная столица Станет центром таких основных торжеств Если, опять же, позволит ситуация Эпидемическая в тот момент Мы не можем сейчас, конечно, прогнозировать Но если все будет нормально И позволит ситуация Будет крестный ход Предполагается там галоконцерт В зале Октябрьский Ну и в других регионах Тоже будут приурочены К этой дате мероприятия Хотя слово ужасное, конечно Надеюсь, что они пройдут Что все эти события пройдут живо Интересно Но все, повторяю Вот мы сегодня, видите Все прекрасно понимают Что мы все связаны этой ситуацией Причем она действительно разная Скажем, на Украине сегодня будет Мы надеемся, так сказать Пройдет, проходит крестный ход Приуроченный как раз-таки Дню крещения Руси А вот в Москве завтра крестного хода не будет Потому что ситуация сложная, тревожная Мы об этом уже говорили Но возвращаясь к Александру Невскому Что касается того, где можно все это посмотреть Несколько ресурсов создано Посвященных Александру Невскому Один из них Это сайт Который создан силами Московской Духовной Академии Вот я что-то не догадался Может быть Я не знаю Если я в чат напишу здесь Это будет видно Александр Невский Но он, собственно, такой довольно простой Адрес Александр Невский Ру Мы потом обязательно сделаем публикацию На сайте MixNews.lv И разместим там обязательно ссылки На все ресурсы, о которых вы нам сегодня рассказываете Вот я, собственно, два ресурса Вот Александр Невский Ру Это сайт Московской Духовной Академии И сайт, который сделан силами петербургской метрополии А Невский 800 Ру Это сайт, как раз-таки, где будут Все трансляции событий сентябрьских Несколько лет назад Когда был такой всероссийский проект Имя России Именно Александр Невский победил И был признан именем России И что сейчас с планами памятника Александру Невскому в Москве? Я все-таки с вашего позволения уточню Что, можно сказать, несколько лет Но это было 13 лет или 14 назад Потому что тогда как раз Если вы помните Это был большой проект канала «Россия» И там каждого героя кто-то представлял Вот Никита Сергеевич Михалков Всеми любимый представлял Столыпина А митрополит тогда, нынешний патриарх Смоленский и Калининградский Он представлял как раз Александра Невского И вот по результатам голосования телезрителей Действительно Невский был признан именем России Хотя, повторяю, вот я недаром вспомнил Вот слова Виктории Ивановны Что Александр Невский не всегда Просто, так сказать Если мы говорим о реакции на него И вот ситуация с памятником Как раз Которая как-то вот Очень Я имею ввиду обсуждение в Москве Вы помните недавно Постановку памятника На неизвестной площади Вызвало такую бурную дискуссию И даже дало потом повод Говорить о том, что как-то Крайне не вовремя Возникла эта идея Не по памятнику, а по месту Которая вместо того, чтобы людей объединять Чем, собственно, символом чего является Фигура Александра Невского Она, напротив, как-то так столкнула Поэтому, слава Богу, что Московские власти совершенно справедливо Решили эту тему снять Что касается памятника То, насколько я знаю Поскольку есть оргкомитеты Государственный оргкомитет Церковный оргкомитет Праздник, празднование Восьмидесятлетия То Идея памятника Она никуда так не делась Планируется, что памятник будет поставлен Но совершенно не обязательно сказать, что это будет сделано в Москве Может быть и не в Москве Спасибо И следующий вопрос от журналистов У нас такой, что Русскую православную церковь часто обвиняют В слиянии с государственной властью Ставят знак равенства В сегодняшних условиях Насколько возможно для церкви Оставаться в стороне От политических конфликтов И в каких случаях она не может Вот молчать Занимать такую Отстраненную позицию Ну, смотрите Вот этот вот Тезис о слиянии церкви с властью Он такой устоявшийся На мой взгляд Безусловно ложный стереотип Который присутствует В медийной среде В благосфере Как мы сейчас говорим Наверное у кого-то в сознании Там у части людей И естественно этот вопрос Часто задается журналистами Но вот мне кажется Что человек Если для него этот вопрос Стоит всерьез Он должен всерьез Посмотреть на ситуацию Ситуация следующая Во-первых Русская православная церковь Это не церковь Российской Федерации И слово русский Здесь не относится К России Современной К Российской Федерации Русская православная церковь Это церковь Которая представлена Во многих государствах В странах Канонической ответственности На русской православной церкви Это и Украина Это и Беларусь И многие другие страны Ваша замечательная страна Поэтому конечно здесь Речь идет о том Что уже при этом Постановка вопроса С ли они с государством Она требует уточнения С каким государством Мы о каком государстве говорим О белорусском Об украинском О государстве В Казахстане То есть Это первый момент Очень важно понимать Что это не Церковь Одного государства Понятно Что большинство верующих Принадлежащих Русской православной церкви Живут в России Это статистически Но как в свое время Подчеркивал Святейший Патриарх Когда Скажем Была возможность Посещать Украину Может быть Вы помните До событий 2014 года Ежегодно А иногда Два раза в год Патриарх Посещал Украину Патриарх Всегда говорил Что я не приезжаю сюда Как посланник Москвы В смысле Государственности И Патриарх Приезжает К своей пастве В свою церковь И не важно Какого цвета паспорта У него в кармане Что касается Отношений С государством То они хорошие Сегодня Если мы говорим Например про Россию О чем мне проще Говорить Потому что я этим Непосредственно Занимаюсь Но Разве нужно Непременно Чтобы они были Плохие То есть Вот наших Критиков Или тех Кто задает Этот вопрос С определенным Подтекстом Устроят только Плохие отношения Неужели такие Какие были В 20 веке Но опять же Если говорить Глубоко и серьезно Давайте посмотрим На тысячелетнюю историю Русской церкви Я бы сказал Что Пожалуй Собственно Это не моя мысль Святейший Патриарх Высказывал Что за всю Тысячелетнюю историю Русской церкви Может быть Понятно Что она была Разная И государства Были разными Отношения были разные Если вот ставить вопрос С точки зрения Свободы То есть Самостоятельности Церкви В своем Самоопричении То пожалуй Сегодня церковь Свободна как никогда От государства Посмотрите Ну с 20 веком Все понятно Ситуация В 20 веке Она Я думаю Что не нужно Ее специально Объяснять Каково было положение Церкви В Советском Союзе Дальше Несколько столетий Так называемого Синодального периода От Петра I До революции Опять же Хрестоматийно Понятно Всем Кто изучал Историю И церковную И историю России Что это Эпоха Когда церковь Начиная с Петра Ну фактически Официальная церковь Была превращена В одно из министерств На упраздненного Патриаршества И церковь Не была свободна Да Православие было Государственной религией Там другая была Ситуация Безусловно Но ни о какой Свободе от государства Самостоятельности В принятии решений Мы все помним Это со школьных леп Кто учил это В школе Там оберпрокурора Священного Святейшего Простите Правительствующего Синода И так далее Да и до Петра В общем Несмотря на то Что идеал Византийский идеал Симфонии То есть такой гармонии Между церковью И государством В едином православном Государстве Он был воспринят Но идеал На то идеал Что есть вот Некое представление Есть его проекция Реальная И что При Иване Грозном Церковь была Независимой Свободной Поэтому Конечно Вот этот тезис Вполне Я его Так сказать Осознанно Произношу Церковь сегодня Может быть Максимально свободной А по крайней мере Это тот Период Когда безусловно В своем Самоопределении В принятии Решения Как Каким путем Пойдет церковь Как ей жить Кого ей выбирать Епископами Кого ставить Митрополитами Церковь абсолютно Самостоятельная Я как непосредственный Участник этого Просто вот Торжественно Это заявляет Это действительно так И не дает Так сказать Указаний По этому поводу Не по кадрам По другим вопросам А то что государство Помогает сегодня Не только русской Православной церкви И российское государство Я в данном случае Имею ввиду Потому что Повторяю Ситуация в разных странах Разная На Украине Мы видим Она другая Если хотите Можем на эту тему Тоже поговорить Если нужно Но То что государство Помогает церкви То Что в этом плохого Я не очень понимаю Кого это может беспокоить Но это не означает Никакого слияния Потому что Церковь не стремится К политической власти Когда мы говорим Что церковь не занимается Политикой Мы имеем ввиду Политику Вот в том Непосредственном значении Как политика Политической Деятельностью Понимается Участие в борьбе За политическую власть Церковь не участвует В борьбе за политическую власть К этой власти Не стремится А как вам видится Разрешение Вот этой ситуации На Украине Отношения церкви И государства — Ну, видите как, мы многократно говорили о нескольких принципиальных моментах. Первый момент. Наверное, наши уважаемые слушатели знают, что церковная ситуация на Украине непростая, что там существовало несколько раскольничьих организаций, которые себя именовали церковью, которые мы не признавали, и что при участии патриарха Варфоломея по инициативе политической власти Украины, а именно бывшего президента Порошенко, была создана так называемая Православная Церковь Украины, которая не получила общего признания в православном мире и не признаётся Русской Православной Церковью. Поэтому вот наши два тезиса, основных, которые я хотел бы повторить, они не изменились за все эти годы. Первый тезис, что решение проблемы преодоления раскола на Украине возможно только каноническим путём, поскольку на Украине существует каноническая церковь, Украинская Православная Церковь, которая является частью Большой Русской Православной Церкви. И каноническая церковь, соответственно, все вопросы преодоления раскола, они должны решаться каноническим путём через обращение тех, кто от церкви отпал, к истинной церкви, к настоящей подлинной церкви. И второй момент. Политическая власть не должна использовать никакую религиозную организацию в своих целях. Что, ну, в общем-то, знаете, мне кажется, это, как сейчас принято говорить, кейс, который войдет в учебники. Просто то, что сделал президент Порошенко, очевидно, что для него это было один из главных козырей в том, чтобы сохранить президентскую власть. Вот этот пресловутый Томас, то есть документ, который удостоверял страны Константинопольского патриарха, даровал независимость, автокефалию, как говорят в церковных кругах, вот этому новому так называемой православной церкви Украины, конечно, для Порошенко был политическим инструментом и способом сохранить политическую власть. Власть политическую он не сохранил, церковную ситуацию он не разрешил. Все ожидания, более 12 тысяч приходов, 12,5 тысяч приходов Украинской православной церкви, все говорили, я имею в виду, инициаторы нового раскола на Украине говорили о том, что вот сейчас будет создана церковь, каноническая, Константинополь, дарует и автокефалию, и из Украинской православной церкви все перейдут. Перешло около сотни приходов, если я не ошибаюсь, из 12,5 тысяч. Поэтому, конечно, проблема не разрешена, и она не могла быть таким путем разрешена. Поэтому вот эти два тезиса только каноническим путем и без вмешательства политической власти. То есть государство может и, наверное, в какой-то степени должно помогать разрешению ситуации, но именно церковные ситуации, они должны пытаться, как принято говорить среди политологов, разыгрывать религиозную карту. Ну, в принципе, можно говорить о том, что это внутриукраинские, как сказать, дела, но православных людей в разных странах очень волнует, конечно, ситуация с Киево-Печерской лаврой. Все очень волнуются, чем там все-таки закончится это противостояние. Ну, не только Киево-Печерская лавра, а о насильственном захвате, который периодически появляется, ну, о попытках, точнее, да, или о намерениях насильственного захвата, периодически появляется информация. К счастью, никогда эти замыслы не были реализованы. Но украинская православная церковь в целом, она находится под давлением. И хотя оно, может быть, несколько ослабло со сменой политической власти, но инерция, она сохраняется. И, конечно, испытывают давление храмы и насильственные захваты храмов периодически происходят на Украине, храмов канонической церкви, раскольниками. Но мы надеемся, что вот как раз-таки тут власть должна проявлять твердость и последовательность. Поэтому еще раз можно только призвать к этому. Спасибо. Владимир Романович, а какие коррективы внесла непосредственно в работу вашего отдела синодального по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ вот пандемия, которую мы имеем сегодня? Какие вопросы стали наиболее актуальными? Сместилось ли что-то или на работе вашего отдела это толком не отразилось? Ну, вы знаете, тут ничего уникального у нас не произошло. Если мы говорим о рабочем процессе, давайте начнем с более простых инструментальных вещей, то, наверное, как и везде, у нас сильно сократилось количество очных встреч и событий, каких-то мероприятий, и очень выросло количество происходящего в онлайн. И, в общем, я в этом никакой беды не вижу, потому что вы знаете, что такое пресловутые московские пробки. Когда ты едешь куда-то, как принято говорить, на внешнюю встречу полтора часа, полчаса проходит встреча, потом ты полтора часа возвращаешься. И, знаете, стандартная ситуация, когда договариваешься о внешней встрече, говорят, ну вот вам когда удобно встретиться? Всегда говоришь, ну, либо рано утром, либо поздно вечером, чтобы день... Уже потому что надо добраться, провести это совещание или еще что-то, переговоры, и вернуться. А сейчас, когда, понимаете, вот буквально сегодня у меня было совещание в Зуме, вот до пандемических времен я бы часто доехал, там 15 минут у нас было совещание, 15 минут мы бы совещали, сейчас я бы возвращался назад или больше. А сейчас у меня вся эта ситуация вместо двух с половиной часов заняла 15 минут. Вот, конечно, в этом смысле это корректировка, нет худа без добра, да, ведь все эти ресурсы были и раньше, это же не под пандемию придуманы, скайпы, зумы, там, другие способы связи. Но сейчас как-то вот мы поняли, что этим можно пользоваться, да, и не только по разговоре с Латой, да, это можно... У меня, например, я могу сказать, что вот у меня в нашем отделе, поскольку он большой и, ну, относительно, конечно, не очень большой, но он просто занимается разными вопросами и отношениями с государством, с обществом, со средствами массовой информации. У нас два офиса в Москве. И вот раньше, в понедельник установочное совещание, все приезжали в один офис, а сейчас мы проводим совещание в Зуме, и я уже не буду этого менять никогда. А зачем людей дергать? Вот, это вполне себе удобно, нормально и так далее. Что касается... Ну, в этом смысле, второй момент, конечно, нам приходилось, и до сих пор приходится, поскольку, как я уже сказал, в Москве ситуация сложная, часть людей работает удалённо. И это непростая ситуация вот с точки зрения эффективности работы. Во-первых, это зависит от человека очень. Кто-то способен также эффективно работать из дома, а кто-то не способен. Это, ну, давайте будем, так сказать, назвать вещи своими именами. Во-вторых, есть условия работы. У кого-то дома они есть, у кого-то дома они похуже, а у кого-то дома их нет. Вот эти два фактора, конечно, приходится учитывать. А если говорить о содержании, то, конечно, пандемия, поскольку она поменяла весь график, с одной стороны, во второй, она, конечно, усложнила жизнь церкви, безусловно, особенно, когда было ограничение гряди регионов для мирян по посещению храмов. Это, конечно, сказалось вообще на всём устроении жизни, не на моральном состоянии людей, ну, на всём, в общем. Но, конечно, эта повестка поменяла, и вопросы пандемии, а сегодня это вопросы вакцинации, они, безусловно, находятся в центре нашей повестки, безусловно. Ну, и, как я уже сказал, нам приходится… То есть всё, что сейчас происходит, оно в каком-то смысле внутри пандемической повестки происходит. Вот, как я уже сказал, слава богу, в Киеве крестный ход возможен, а вот, скажем, в Москве завтра, к сожалению, мы не сможем провести по объективным причинам. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос касается молодёжи и СМИ. У Владимира Легоиды очень есть популярный свой канал в Телеграме, и вот недавно вы там опубликовали данные опросы российских школьников на тему их политических взглядов. Брали школьников 13-17 лет, и они назвали 409 блогеров, которых они смотрят. То есть у них нет универсальных героев, кумиров. И насколько вам кажется, вот, важно сегодня думать о том, как вот эти, как вот всевозможные различные блогеры меня влияют на мировоззрение молодёжи и подростков? Вы знаете, это вопрос, безусловно, важный, на который, я думаю, что вряд ли кто-то знает какой-то вот, не то чтобы правильный ответ, а у кого-то есть окончательный ответ. Вот в этой статистике, в этой социологии, которую я привёл, и которую вы сейчас вспомнили, там ведь примечательно не только то, что 409 любимых блогеров, а в том, что опрос опрашивали 500 школьников. Понимаете? Вот представьте, 500 школьников, у них 409 любимых блогеров. То есть они практически не совпадают, у них нет общих героев. И вот этот пример, он является одной из таких характерных черт, которые описывают современное информационное пространство. Оно чрезвычайно разгроблено, если можно так сказать. То есть у нас почти нет таких вот, понятно, есть там всё-таки и видение, и радио, и миллионные просмотры у кого-то, но, тем не менее, всё движется, вообще медийная история движется в сторону индивидуализации. И дальше будет только, не то чтобы хуже, но ещё сильнее эта тенденция будет нарастать. То есть в какой-то момент 500 школьников, у них будет ровно 500 блогеров, это, собственно, уже завтра или даже сегодня. И это значит, что вот достучаться до кого-то очень непросто. Вот как хорошо, так сказать, когда, ну хорошо в кавычках, конечно, но как просто, когда есть у тебя там один канал, одна газета, которую все читают, там один сайт, который все смотрят. Сейчас это не так. Вот вы упомянули Телеграм. Вот я смотрю там на политические баталии, так сказать, политических Телеграм-каналов, у которых сотни тысяч подписчиков. Но понимаете, в чём фишка, как сейчас принято говорить? Ведь аудитория этих каналов не пересекается. И там и там подписаны те, кто лояльны, вот либо к автору канала, либо к его редакции. Поэтому вроде бы канал создаётся политически с целью воздействия, в первую очередь, на оппонентов, а оппоненты его просто не читают. Они знают, что он есть, они его не любят. И не читают. Поэтому, собственно, тут вопрос, кстати сказать, и ресурса, который вкладывается во все эти каналы. Ну такие с очевидной позиции, например, продвигающей позицию. Хотя, конечно, понятно, что канал не только на, так сказать, своих, на недругов воздействует, на оппозицию, но и, конечно, на сторонников должен воздействовать канал с определенной политической позиции. Поэтому там понятно, что всё-таки есть какой-то эффект. Ну или вот, скажем, вы говорите насчёт влияния. Вот я недавно у нас в МГИМО принимал вступительные экзамены. Тоже в ЗУМе, естественно, творческий конкурс, который у нас состоит из двух частей – письменной и устной. И вот устную часть собеседования мы проводили. Вот люди поступают на факультет международной журналистики, на отделение журналистики. Мы с коллегой задаём вопрос. Кого вы знаете из современных российских журналистов? Вот раньше стандартный ответ был Владимир Познер. А сейчас Познера тоже вспоминают, но уже чуть реже. Но вот мы за два дня где-то порядка 30 абитуриентов собеседовали. И почти каждому мы задавали этот вопрос. Потому что нам надо понять, почему человек поступает, как он ориентируется. И многие из них, ну практически все, называли известного журналиста и блогера Юрия Дудя. Замечательно. Следующий вопрос. Кого из героев вы можете сейчас вспомнить, которые на вас произвели впечатление? Какие выпуски программы Юрия Дудя вы можете вспомнить? Никто не вспомнил ни одного. Из тех, с кем мы беседовали. Одна девочка вспомнила одного героя, один выпуск. Всё. Вспоминали, правда, фильмы, которые снимал Юрий Дудь, что уже хорошо, что люди что-то помнят. У этого факта есть два рациональных объяснения. Либо они называют имя, которое на слуху, в принципе. Либо они действительно смотрели, но ничего не помнят. Наверное, и первое, и второе объяснения в каждом конкретном случае может быть, наверное, оба эти объяснения могут быть применимы к тем или иным абитуриентам. Но, понимаете, это повод серьёзно задуматься. Насколько вообще, как воспринимается то, и как воспринимается информация, что фиксирует сознание ребят в этом возрасте. То есть это где-то 16-18 лет. Это очень непростая, хотел сказать, интересная, но это не просто интересная, это просто жизненно важная для нас информация, которую нужно анализировать, потому что очень быстро эти дети перестанут быть детьми. А есть ли какие-то идеи о запуске, скажем, какого-то альтернативного проекта Юрия Дудю? Потому что он действительно пользуется колоссальным авторитетом у русскоязычной молодёжи не только в России, но и за пределами. Ну а почему сразу альтернативного? Альтернативного предполагает, что мы должны с ним как-то соперничать, бороться, соревноваться. Таких задач нет. Потом, смотрите, понятно, что любая история в современном информационном пространстве с миллионами просмотров, она должна быть либо политической, это совершенно точно. Вы знаете, вот тот же Телеграм мы с вами упоминали, там, конечно, нет миллионов, там намного меньше аудитории. Телеграм, конечно, переоценивают с точки зрения аудитории и воздействия. Но, тем не менее, это такой важный канал, тут спорить бессмысленно. Вот, но вот тот недавно хорошо сказал, что, в принципе, продаётся, да, во всех смыслах, тот политический контент. Мы живём в такое чрезвычайно политизированное время. Мы вот своё время пробовали, когда пытались разобраться с тем, что такое клабхаус, заходили туда, ну, быстро поняли, что ерунда, и ушли. Но, тем не менее, мы делали несколько бесед о Данте. Вот зачем Данте? Мы с моим другом Архимандритом Симеоном Томачинским провели две или три беседы «Зачем Данте?». Но я делаю, и были хорошие отзывы, приходили какие-то бывшие студенты наши и прочее. Но я прекрасно понимаю, что зачем Данте не соберёт столько, значит, слушателей, зачем Зелинский, зачем Ходорковский, да, и так далее. Понятно, что это совершенно разная аудитория. Поэтому первая тема – политический контент, который у Дудя есть, и, соответственно, понятно, что это привлекает внимание. А второй момент – это, ну, вот общая, так сказать, как бы это выразиться, общая стилистика, что ли, да, вопросы, которые задаются. Но мы же сами понимаем, что со времён, так сказать, античности в этом плане мало что изменилось. Поэтому мы заведомо, если говорить там о церковной составляющей, или образовательной, которой я занимаюсь, мы заведомо же не будем, ну, играть на этом поле. Есть темы, которые волнуют, глубокие темы. Они не будут никогда такие аудитории собирать. Но, а так, проекты есть, знаете, есть очень успешные проекты. Вот у нас, например, есть, я не назвал, когда мы вначале беседовали, я сказал таких о медийных историях в интернете. Но вот у нас есть батюшки, которые занимаются, их называют нередко священниками-блогерами, да, не всем из священников нравится это название. В общем, можно понять, почему. Вот они же там не тиктокеры какие-нибудь, да, хотя они и в тиктоке есть тоже. Вот у нас есть священники, у которых там сотни тысяч подписчиков в Инстаграме. И они общаются с ними. Священник Павел Островский, например, другие священники. И у них есть очень смелые такие эксперименты, может быть, неоднозначные. Но вот у отца Павла есть такая программа, называется, в Ютьюбе, «Помолчим», где он беседует с подростками. «Помолчим», потому что там говорит в основном его гость. Ну, повторяю, тут можно дискутировать и спорить, насколько это там правильно, насколько это там всем понравится. Точно не всем. Но очень многим нравится, особенно родителям. Я читал их отзывы, которые как бы знакомят со своими детьми через эти программы. И я, кстати, сказать, никакого аналога не знаю, светского подобного, ничего. То есть это такое ноу-хау, если хотите. Но не безусловное. Есть вопросы, может быть, к такому формату. Поэтому надо смотреть, надо как-то стучаться. Но это не через, понимаете, создание каких-то там альтернатив кому-то. Мне вот мой учитель Юрий Павлович Вяземский, наш профессор, телеведущий, писатель, как-то рассказывал о встрече с одним американским поэтом, который говорил, «Я хороший поэт, у меня тысячи читателей. Если их станет две, начну волноваться. Видимо, моя поэзия стала хуже». Спасибо. Владимир Романович, уже более десяти лет вы имеете такую возможность находиться в постоянном контакте с патриархом московским и всей Руси Кириллом. Вот какие его действия вы считаете достойными, чтобы они были вписанными в историю Русской Православной Церкви? И как лично на вас отражается это постоянное общение с предстоятелем Русской Церкви? Когда уже, наверное, 12 лет назад Святейший Патриарх предложил мне послужить Церкви, то я ему сказал, что это для меня большая радость и честь. И, в общем, за эти годы, которые, можно сказать, в каком-то смысле несколько жизней прожито, я никогда по-другому это не оценивал. Хотя были сложные моменты и очень сложные. Но вот такое восприятие того, что происходит, вот это восприятие у меня не поменялось. Это очень почётно и очень радостно. Конечно, Святейший Патриарх — это фигура историческая и очень масштабная. И вот то, что он делает в церкви, это, безусловно, важнейшая страница церковной истории современности. Это всё, так сказать, вписано в учебники. Но если вот нужны какие-то детали, то тут много можно говорить. Давайте я попробую, может быть, очень кратко какие-то самые главные вещи сказать. Вот к моменту начала патриарства Святейшего Патриарха Кирилла был целый ряд проблем, накопившихся уже в Новой России и в общецерковном масштабе, безусловно, тоже, которые не решались. Вот если, опять же, всё-таки я буду говорить о том, чем я занимаюсь, потому что я не занимаюсь межправославными связями и так далее. Я занимаюсь, как раз, отношением с государством, с обществом и со СМИ, в первую очередь внутри России, но не только, и в других странах канонической ответственности русской церкви тоже. Но вот если говорить о России, то принципиально были какие вопросы? Служение священников в армии, вопрос о церковном имуществе, потому что в 2009 году из храмов Русской Православной Церкви 90% храмов, которые были отданы Русской Православной Церкви, принадлежали, в котором проходило богослужение Русской Православной Церкви, 90% церкви не принадлежало, они были там в пользовании и так далее. И был вопрос о преподавании религиозных, о таком культурологическом преподавании религиозных дисциплин, точнее культурологическом рассказе о религиях в школе, об общееобразовании. Вот эти, вот если сходу говорить, вот эти три вопроса, они были назревшими, может быть, перезревшими к 2009 году. И в первые годы своего патриаршки священники эти вопросы решили. В 2010 году был принят закон о возвращении религиозным организациям имущества религиозного назначения. Его часто называют вопросом закона о реституции. Это в правом смысле некорректно, потому что реституция — это возвращение тебя того, чем ты владел. Здесь речь идёт о том, что если имущество строилось с религиозным назначением, но даже не было ещё в пользовании религиозной организации, то оно государству на балансе не нужно. Это было такое совместное движение как раз вопрос о церкви и государстве, государство и церкви напротив друг друга. Инициатором закона было Министерство экономического развития. И логика была понятна, зачем государству в балансе недвижимости, которая создавалась для других целей. В особом образе. Закон, конечно, сложнее, я очень кратко говорю. Но при этом он касался не только русской православной церкви, конечно, а всех религиозных организаций. Вот этот вопрос был решён. Закон действует, работает. И бывают какие-то сложности, но в целом все довольны. Значит, священники в армии, я уже сказал, и в местах лишения свободы. Вопросы решены системно. Системно решены. У нас есть военные капелланы. У нас есть священники, которые специально подготовлены, которые ходят в тюрьмы. Конечно, хотелось бы, чтобы, может быть, их было больше, но это непростая и там, и там. Но история непростая. Очень востребована, опять же, в этих местах, в очень разных местах, и между армией, и местами заключения. Но, тем не менее, и там, и там люди находятся в особой ситуации, и священники им очень нужны. И преподавание предмета, которое было предложение патриарха, поддержанное всеми традиционными, лидерами традиционных религий религий в России, это вопрос о преподавании основ религиозной культуры, светской этики, так у нас называется предмет в России. У него шесть модулей. Это четыре традиционные религии, плюс история религии и основы светской этики. Причем это было тоже предложение патриарха. Родители выбирают, потому что дети в четвертом, пятом классе это изучают в течение года. Вторая половина четвертого, начало пятого. Но если о других темах говорить, я понимаю, уже долго заканчиваю, то, конечно, вот эта тема о том, что Церковь Русская Православная Церковь, не только Церковь Российской Федерации, и активные поездки Святейшего Патриарха, все то, вот в допандемический период, мы все это наблюдали, и, конечно, роль Патриарха в теме единства Русской Православной Церкви, она чрезвычайно велика. Несмотря на вот эти сложности, которые случились на Украине, но из-за таких неканонических действий Константинопольского предстоятельа. Спасибо. Сейчас вопрос к вам, как к ведущему Парсуны. В этом году вы успели записать Парсуну Петра Мамонова, и сейчас эта программа бьет все рекорды просмотров. Вот были для вас какие-то личные открытия в процессе этого общения? В чем, на ваш взгляд, вообще его феномен? Ну, Петр Николаевич в Царстве Небесное был, конечно, совершенно уникальным человеком. Я не был с ним знаком до записи лично. Мы никогда не пересекались до этого нигде. Поэтому, собственно, программа – это было и знакомство. Мне было, конечно, очень приятно, что он откликнулся сразу и пришел на программу. И было видно, это, собственно, видно в программе, в других его интервью. У него, видите, вот, видимо, какое-то было такое, не знаю, предчувствие-непредчувствие, но это промыслительно. Ведь он дал перед своим уходом в вечность, он дал несколько больших очень интервью. Это не только Парсуном было, а несколько интервью было. И на Первом канале, и другие интервью. А очень разные. Там у Ксении Собченко, даже два у него было, две беседы с ней. И было видно, что вот он полностью себя отдаёт. И, повторяю, человек совершенно ни на кого не похожий, не подстраивающийся ни под какие внешние обстоятельства. Знаете, такой вот, ну, наверное, с максимально возможной для человека свободой. Вот от внешних условностей. При этом человек со сложнейшей внутренней жизнью духовной, сложнейшей в том смысле, что человек годы пребывавший в борьбе. И это не потому, что вот он, не знаю, особо сложный или плохой, или ещё что-то, а потому что он, собственно, этим занимался. Да любой человек, если он, как говорит у Шекспира, снять в русском переводе, там, герою повернуть глаза зрачками в душу, то ты там в любой душе такого увидишь. И дальше с этим надо что-то делать. Вот Пётр Николаевич, он с этим что-то делал. И это, конечно, чувствовалось, это было. Там, знаете, вот у меня более ста программ записано уже. Человека сразу видно. Человека всегда видно. Он может закрываться, открываться, может честно отмечать, не честно, ему может казаться, что он честно отвечает. Но его сразу видно. И вот он, конечно, был человеком, таким лишённым лукавства. Очень. И реакции у него были такие непосредственные, искренние. И это действительно, не знаю, принято это говорить, что это редкость. Но правда же редкость. Мы же сразу вот камеры включились, да, и мы хоп, сразу вошли в роль. Вот я галстук надел, вот я председатель сенатального отдела. У него этого не было. Спасибо. Владимир Романович, вы правильно говорите, что нельзя догматизировать сферу искусства. Но всё же, церковь же должна доносить до людей, что постановки того же Гоголь-центра, режиссёра Богомолова, это безнравственно. Вот скажите, в какой форме это делается? И делается ли? И самое главное, прислушиваются ли к этому в обществе? Ну, знаете, я вот здесь вот свою личную точку зрения, с вашего позволения, выскажу. Я вообще считаю, что, конечно, по большому счёту искусство бывает хорошим и плохим. И всё. И это зависит всё остальное, темы, о чём, чего, как, это всё вторично. Когда говорят, что вот там ужасная постановка, там много жестокости и прочее. А у Шекспира нет жестокости, а у Достоевского нет каких-то таких ужасных, ужасной бездны человеческого грехопадения. Вопрос, для чего это делается, и в конечном итоге вот к чему это ведёт. Вот я вспомнил Данте сегодня. Данте говорил, что задача художника человека из ада в рай провести. Вот, собственно, его это божественная комедия, которая, конечно, одно из величайших произведений, когда человеком написана, уникальная совершенно. Есть великие произведения, подобные которым создавались, а вот Данте, он уникален, конечно, совершенно. Не только для итальянской литературы и культуры, а вообще для мировой. Но вот поэтому по большому счёту вот есть такой высший критерий, какой-то гамбургский счёт художественный. Но таких произведений, конечно, мало. и если у церкви нет задачи выступать таким, как мне представляется, нет задачи таким нравственным цензором любого художественного произведения. А церковь, у меня есть такой, сформировался, сформулировал я такой тезис о том, что церковь меняет людей, а люди меняют мир. По большому счёту основная точка приложения церковного взаимодействия с человеком, это вот общение с человеком, если человек верующий, общение с ним, с его душой, пастырское общение. И тогда уже человек верующий, если он писатель, он будет исходить из своих представлений, как, естественно, любой писатель исходит из той системы координат, которые у него есть. Поэтому задача церкви, может быть, даже в первую очередь не созданное произведение оценить, а работать с душой человек. А потом уже, собственно, он тогда и не создаст чего-то такого, что потом нас будет гонять в краску или заставлять уходить из зала во время спектакля и прочее. Но вместе с тем есть какие-то вещи, которые людей оскорбляют и задевают. По разным причинам. По разным причинам. Вот один наш замечательный критик, Лев Маратыш Карахан, сказал, что в искусстве нет запретных тем, потому что искусство, настоящее, это всегда чувство меры. Но, понимаете, у нас, у разных людей разное чувство меры. Вот был такой замечательный российский режиссер Балабанов. Прекрасный. Я не могу смотреть фильм «Груз-200». Вот чувство меры Балабанова и моё, оно разное. Я не могу сказать, что меня там как-то оскорбляет, я не собираюсь этим возмущаться, но я не могу это смотреть. Просто как зритель. А есть люди, которые из-за того, что они не могут смотреть, они будут возмущаться. И вот в этом смысле, в зависимости от конкретной ситуации, особенно если это, допустим, фильм или пьеса о каком-то историческом персонаже, важном, дорогом для людей, или когда мы касаемся классики, как в одном фильме сказано, поставили Пушкина вместе с Дантесом. Понимаете, вот когда ставят Пушкина вместе с Дантесом, наверное, можно как-то в приемлемой форме сказать о том, что это не самый, может быть, хороший способ. Огромное спасибо. К сожалению, время нашего эфира подошло к концу, мы не успели задать все вопросы, которые нам прислали. Приглашайте. Мы вас благодарим, с радостью повторим еще нашу встречу. Поздравляем вас с грядущим праздником Дня Крещения Руси и Днем вашего небесного покровителя, равнопостольного князя Владимира. Спасибо большое. Эфир проходил в содружестве с медиаклубом «Формат А3» в рамках проекта «Культурная линия» на радио «Болтком». Огромное спасибо, всего доброго и до встречи. Спасибо, всего самого хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова